Вновь латкаринских автомобилистов решили отучить от привычки парковаться на газоне. В рейд вместе с инспекторами АТИ и молодой гвардии вышла и наша съемочная группа. На этот раз штрафы выписывать никому не стали, но и мимо нарушителей закона просто так не прошли. Для жителей городов уже давно стало привычным явлением большое скопление машин на улицах. Но одно дело, когда транспорт движется по проезжей части и совсем другое, когда не хватает места для парковки. И тогда автомобили занимают газоны, как на проспектах, так и во дворах. В очередной раз инспекторы госадминтехнадзора посетили Латкарина с рабочим визитом и проинформировали правонарушителей, что зеленые насаждения не место для парковки. Мы проводим рейды часов в 12-13. Когда мы видим, что машина стоит на зеленых насаждениях, я считаю, что нет крайней необходимости. Но если ты приехал ночью, я допускаю, что не было, что надо было. Выйди с утра, перепаркуй автомобиль. Некоторые делают это умышленно. Некоторые считают, что существует понятие вседозволенности. Но, как я уже говорил, со временем все равно наказание настигнет нарушители. За парковку на газонах автомобилисты могут не только получить денежный штраф, но и лишиться своего автомобиля на некоторое время. Но на этот раз незаконопослушные водители отделались лишь предупредительными информационными листами. Я сомневаюсь, что в Минске можно вот так, это минские номера, можно было вот так запарковаться. Вместе с инспекторами госадминтехнадзора следили за правонарушителями и молодая гвардия Единой России. Ведь кто, как не подрастающее поколение, сможет донести до своих сверстников и будущих автомобилистов, как и где следует соблюдать закон. Все мои друзья и сам личный я не поддерживаю того, чтобы парковаться на газонах. Нужно найти место, даже можно потом с утра перепарковаться, даже если где-то как не встал. Либо же просто оставляешь табличку, если я кому-то мешаю, прозвоните, с утра выйдешь и перепаркуешься. Однако, по словам представителей ведомства, основная цель подобных рейдов не только наказать нерадивых водителей, но и увеличить территории парковок. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Редактор субтитров А.Семкин